Обезьяний язык. Трудный этот русский язык, дорогие граждане. Беда какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну, взять хотя бы французскую речь. Все хорошо и понятно. Кискисе, мерси, комси. Все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А ну-ти-ка суньтесь теперь с русской фразой. Беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным туманным значением. От этого затрудняются речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Я вот на днях слышал разговор. На собрании дело было. Соседи мои разговорились. Очень умный, интеллигентный разговор был. Но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами. Началось дело с пустяков. Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил. А что, товарищи, это заседание пленарное будет, а ли как? Так, пленарное, небрежно ответил сосед. Ишь ты, удивился первый. Тут-то я гляжу, что такое, как будто оно и пленарное. Да уж будьте покойны, строго ответил второй. Сегодня сильно пленарное, и к ворум такой подобрался, только держись. Да ну, спросил сосед. Неужели и к ворум подобрался? Ей-богу, сказал второй. А что же это он, к ворум этот-то? Да ничего, ответил сосед, несколько растерявшись. Подобрался, и все тут. Скажите на милость, с огорчением покачал головой первый сосед. С чего бы это он, а? Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, а потом добавил с мягкой улыбкой. Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания. А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня. Хотя вот я прям скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее. Не всегда это, возразил первый. Если, конечно, посмотреть с точки зрения, ступить, так сказать, на точку зрения, и оттеда с точки зрения, то да, индустрия конкретно. Конкретно фактически, строго поправил второй. Пожалуй, согласился собеседник. Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя, когда как? Всегда, коротко отрезал второй. Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься. На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заварится минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе. На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил. Это кто ж там такой вышедший? Это? Да это Президиум вышедший. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня. Оратор простер руку вперед и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре. Трудно, товарищи, говорить по-русски. Михаил Зощенко. 1925 год.